заинтересовалась специфика ударной работы но кушу или она такая же как вакинавских стилях шатакане спрашивают так как всегда можно провести параллель между штокан тэкундо салатом хапкидо джит кундо подумал может отличительной особенности есть и вошел давайте попробуем сейчас поговорить о специфике работ работы ногами и в первую очередь я сейчас призываю как раз китаистов в смысле те кто практикует традиционные китайские боевые искусства на этот вопрос ответить так про спорт пишет у нас на тренировках как минимум отводится 30 минут на растяжку и разминку ног потом техника ног удары набивки мои тренировки разбиты на две части вторник ноги силовая четверг руки ударка и блоки окей это здорово я бы очень советовал сейчас ребят сосредоточиться именно на специфике работы ног да потому что вопрос вот еще раз давайте посмотрим наверное наверное человек который задает этот вопрос имеет ввиду и общие какие-то тенденции всех боевых искусств ударов где присутствует работа ногами и разница между вот этими направлениями давайте на этом сосредоточимся хорошо если можно скорее все таким образом мы ответим на вопрос недавно тоже помните может быть кто присутствовал там на одном из последних видео кто вычитывал там комментарий появился у нас некий непобедимый человек который тоже пишет там ну не будем его обижать в общем пишет какие-то вещи которые не слишком сопрягаются с реальностью и задает какие-то вопросы тоже на сосед и так далее но это бог с ними ребят у нас свобода слова надеюсь что в россии она тоже хотя бы немножечко сохранена где-то вот мы имеем право высказывать свое мнение на те или иные темы даже если мы высказываем это мнение не слишком адекватно скажем да окей иван иванов пишет дело в том что саму технику можно поделить взять шатакан хапкидо сразу видна база разных школ окей хорошо но вы имеете ввиду что хапкидо отличается технически отличается в работе ног отличается от шатакана например если такая специфика в ушу или в ушу каратистские ноги не было ее ребят если мы говорить о карате давайте так вот что она сделаем во всех ударных боевых искусствах китайские ноги потому что ноги-то растут за данном случае из китая распространение боевых искусств пошло из китая если мы конечно не берем единственное боевое направление связанные с ногами чисто европейской до сова там действительно ноги не из китая растут скорее всего я не могу точно сказать должны заниматься историки боевых искусств но скорее всего нет это единственное направление у которого ноги растут самой из тела собственно из того же все остальные ударные ноги конечно да все растут из китайских боевых искусств другое дело что они приобретают другую структуру другие варианты да так иванов пишет да технически отличается да про спорт пишет так в чем суть вопроса что-то неулавлено я тоже ребят не очень пока понимаю в чем суть вопроса но я думаю что речь идет о том что объединяет технически работу ногами в разных направлениях и что и в чем есть разница эдуард пишет снижение снижение к ткб и это говорит о том что многие думают очень поверхностно ткб и очень много тонкостей многие просто не способны думать логически я думаю раньше это была мода теперь мода на мм ну да конечно да безусловно давайте сейчас все-таки вернемся к теме ног и давайте вернемся ну например мы начнем с каратистских ног ну давайте каратистских ног поговорим допустим проведем некую разницу в данном случае между шатакан ногами и тэквондо ногами да ноги тэквондо как правило это достаточно легкие ноги да работа должна быть достаточно быстро если мы говорим о спортивном сегодняшнем когда мы говорим о шатакан все-таки фанакоши когда создавал это направление он его создавал для физической подготовки физической и моральной подготовки подрастающего поколения и штакан в первую очередь распространялся в колледжах японских да для подрастающего в качестве в качестве физкультуры практически поэтому штакан очень большой упор делается на физическое на физическую кондицию да укрепляются мышцы укрепляются сухожилия да отсюда вот эти вот низкие достаточно шаги штакан да часто это как раз застывшие позиции которые благодаря штакан стали называться стойками в итоге да на самом деле это неверно я уже говорил что шаги это шаги никто в них не стоит но благодаря штакан да действительно это стали называть стойками в западном мире вот вся вся специфика штакан фактически первоначально выстроилась вокруг физической кондиции кстати если вы посмотрите на самологи на фанакоши вы не определите его как человек атлетического но тем не менее вот он такой именно заход хотел сделать сделать так чтобы молодые люди физически развивались поэтому когда мы говорим об ударах ногами штакан да это достаточно энергоемкие такие действия которые требуют мышечной силы в том числе мы это наблюдаем в отличие например от текунду если такой разницы проводить если мы говорим о китайских боевых искусствах есть конечно вариации но в основном все-таки как я уже говорил традиционные китайские боевые искусства не выстроены вокруг физической кондиции не было смысла делать сначала атлета долго из человека формировать атлета какого-то а потом из этого атлета делать котлету делать его бойцом такого но это понимать это долгий слишком такой чисто европейский путь почему спортсмены долго готовится у нас там до кмс и например надо очень долго учиться надо очень долго развиваться там потому что это все упирается в атлетизм все равно в китайских боевых искусствах должен был быть быстрый рост быстрый прогресс бойца а не атлета не требовалось вам поднимать 300 килограмм там на своих плечах а требуется побеждать человека который поднимает от 300 килограмм это разница понимаете да вот вам пример кстати говоря парадоксальный достаточный пример и благодаря этому примеру возможно мы перейдем к обсуждению потом уже позже перейдем к обсуждению медитации парадоксов вокруг медитации вот вам пример парадокса задумывались ли вы о том почему в качестве бодигардов любят видеть собой крупных людей крупных здоровых возможно с борцовским прошлым да задумывались вы об этом и почему для других целей для целей ну я не знаю как сказать это чтобы нас не забанили в итоге ну для целей там киллерских для целей каких-то спецопераций выбираются не здоровые люди а довольно субтильные при том что именно эти субтильные люди в итоге оказываются опаснее чем вот эти вот огромные закрывающие задумывались вы об этом вот подумайте сейчас я жду ответов ваших если можно пока зачитаю так 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 иван водов если разница в ткб и работы ног от того же каратэ ну вот да я сейчас к этому подвожу сейчас мы к этому придем эдуард пишет я часто сталкиваюсь со многими спортсменами которые думают только в рамках своих единоборств да это понятно шатре пишет хотите классно бить ногами бейте больше с передней ноги к противнику и старайтесь заряжать их от земли типа разножкой как или показывает такой сид не знаю но хороший совет кстати говоря действительно так про спорт пишет примеру обчаги майя герри техника выполнения удара должна подаваться не как скоростная а как понимание динамика движения чтобы человек понимал как заносить колено а потом всю ногу и делать чисто окей жалко можно только 200 знаков печатать ну да база бы и отжимания пробежки растяжки пресс упражнения на выносливость а потом уже техника вступает свою силу ну окей я не буду сейчас спорить по поводу вообще физической кондиции бойцов да я уже говорил о том что физуха в боевых искусствах это последнее на что надо обращать внимание по сути потому что все что вы делаете в качестве продвижения своего в боевых искусствах это достаточно этой физухи уже достаточно дополнение каких-то не очень нужны но окей так шатри пишет брюс сделал упражнение для шустрых ног присед со штангой упрыгивать при себя как боксеры отжимать упрыгивая вверх вот и шатри пишет а федор емильяненко федя хоть так к нему обращаетесь так юрий пишет французские легионеры все сухие особенно кто джибути служил слушайте вот хорошо вот мы сейчас приходим как раз к тому чем я хотел поговорить да действительно вы понимаете да что бодигарды это щиты которые должны защищать от стрельбы от любых воздействий отталкивать публику там просто своей массы например и так далее а люди которые выполняют спецзадания они не должны быть такими огромными это слишком большая мишень слишком заметная и слишком неподвижно в данном случае люди субтильные их можно сравнить позвать если вот этих вот огромных бодигардов можно сравнить со щитом то людей субтильных с мечом меч поражает а щит защищает это разные разные вещи поэтому когда мы возвращаемся к физухе например к какому-то атлетизму каким-то какой-то физической кондиции то мы говорим о том для чего не зря я привел в самом начале шатакан шатакан ребят для физухи создавался еще разочек для физического развития на базе боевых тех это другая ситуация когда мы говорим о боевых техниках не ради физического развития то мы получаем на выходе другой уже предмет и таких предметов мы видим немало среди традиционных боевых искусств не обязательно китайских но и разных других и если мы обратимся например чё дяо к такому направлению китайских боевых искусств которые в первую очередь самый большой упор делает на удары ногами то мы увидим что бойцы чё дяо очень субтильные ребята и в процессе тренировок вытекает столько пота что жир просто не держится в организме ребят субтильные при этом ломают там бревна буквально ногами есть разница да так рмл пишет что мне кажется не нужно иметь много силы чтобы бить в горло например в колено и так далее ну а если постоянно заниматься практиковать боевые искусства физуха сама собой придет в норму да вот-вот-вот совершенно согласен тут даже добавить ничего прекрасно александр пришел латандр приветствую и вам привет вас тоже подвисает рмл пишет да ребят не знаю почему у меня вроде нормально пропускаю способность сейчас интернета ну подвисает подвисать слушайте что мы можем сделать через кучу серверов идет постоянно сигнал да мы это знаем такие варианты возможны вполне особенно сейчас когда youtube стал сильно экономить на средствах на своих гоняет через кучу серверов сигнал так эдуард пишет большие накаченные телохранители это также отпугивающий эффект до среднестатистического гражданина это будет совершенно согласен да здесь тоже есть психологический эффект в том числе иными словами сейчас мы вполне разобрались мне кажется немножечко с этой темой да мы понимаем эффективная работа ногами независимо от того боевого направления которое вы поддерживаете не связано с физухой с физической силой вашего организма или ваших ног и в то же время мы конечно не можем утвердать что если у вас вообще нет сухожилий мышцы если вы совершенно дистрофичны что вы сможете из этого что-то сделать это на всякий случай для тех кто сейчас будет выступать как же так без мышц вообще ничего нельзя никто не говорит что без мышц надо что-то делать мы говорим о том что для этого не нужен атлетизм какой-то специальный да нужно работать в первую очередь над техникой над техникой которая и должна привести вас к наиболее эффективному использованию тех ресурсов о которых мы говорим в том числе мышечных ресурсов сухожильных ресурсов и прочее а из-за этого уже немного другие техники возникают вот здесь вот мы можем говорить о том что техника штакан например да и ударов ногами штакан и техника ударов ногами там как он до или техника ударов ногами чо дяо или там байхэ или там гинчунь байхэ что да здесь проводится здесь здесь возникает большая разница есть масса несовпадений потому что работа ногами в том направлении в другом направлении выполняет свои собственные задачи под это затачиваются техники эти техники позволяют вам именно эти задачи выполнять они такие которые которые призваны выполнять там штакан или текундо или там что делал например так далее вы выполните свои задачи поэтому у вас своя техника так алексей опять пишет на буго здоровяк один говорил что в пауэрлифте то пауэрлифтинг тоже бы не очень понятно наверное утверждал что пауэрлифтинг такое же боевое искусство ну окей утверждал утверждал мы с вами тоже можем говорить что не знаю лифт то же самое что и лестница и хотя технически совершенно разные сооружения утверждал ладно так иван иванов пишет алексей там логическая ошибка в его рассуждениях алексей там логическая ошибка в киеве алексей там логическая ошибка в киеве